Это новости об Украине. В студии работает Дарья Вершиленко. Здравствуйте. Десять раз российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских военных. С начала суток на Донбассе сообщили в Министерстве обороны. Дважды боевики использовали запрещенное минскими соглашениями оружие из миномета, в том числе тяжелых, били по украинским позициям в районе Пивденного, Крымского, Попасной и Новотошковского. На других рубежах оккупанты использовали гранатометы и стрелковое оружие. Погибших и раненых в рядах защитников Украины с начала суток нет. Медицинскую гуманитарную помощь передали Соединенные Штаты Украине. Два больших контейнера по 40 фунтов отправили из американского штата Колорадо. Об этом говорится в сообщении на странице посольства Украины в США в Фейсбуке. Внутри медикаменты, оборудование для лечения и реабилитации раненых военных, носилки, предметы первой необходимости. Их распределят между четырьмя украинскими медучреждениями военного и детского направлений. Политика непризнания аннексии Крыма и уважения к международному праву останутся основой для сотрудничества в Черном море для Европейского Союза. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном на официальном сайте. Там отмечают, Евросоюз делает все возможное для укрепления стабильности в Черноморском регионе. В том числе в Брюсселе подготовили комплекс мер по Черноморскому региональному сотрудничеству. Детали пока не сообщают. 16 человек погибли, 30 травмированы. В результате аварии автобуса в Венесуэле ДТП произошло из-за лопнувшей шины. Водитель потерял управление и автобус упал во враг, сообщают местные правоохранители. На место прибыли полиция, спасатели и медики. Всех травмированных доставили в больницу. Участок дороги, где произошло ДТП, временно перекрыли. Один человек погиб, 8 раненые. В результате стрельбы во время выпускного вечера в американском штате Пенсильвания. Четверо из пострадавших несовершеннолетние, сообщают в местной полиции. По их данным, всего на выпускном было около 60 человек. Огонь открыл неизвестный. Его разыскивают правоохранители. Всех раненых доставили в больницу. По словам медиков, их состояние удовлетворительное. Ранения не опасны для жизни. Встреча чемпионов мира. Футболисты юношеской сборной Украины, которые победили на молодежном чемпионате мира в Польше, вернулись на родину. Уже в аэропорту Борисполих встречали родные, близкие, болельщики. Как это было? Смотрите далее. Барабанная дробь, аплодисменты и фонтаны из шампанского. Так, в аэропорту Борисполь встречают чемпионов мира. Юношескую сборную Украины по футболу. Родные, близкие, болельщики принесли с собой национальные флаги и цветы. Молодцы! 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 Болельщики встречали юношескую сборную возле дома футбола в Киеве. Они стали победителями чемпионата мира. И это реально круто. Здесь прошло официальное чествование команды. Футболистам вручили награды. Теперь все игроки сборной имеют звание мастера спорта Украины международного класса. Один из победителей мундиаля Кирилл Дрышлюк. Это сын майора авиации Павла Дрышлюка. Летчик погиб пять лет назад на востоке Украины, когда российские оккупанты сбили самолет над Славянском. Футболист получил от Министерства обороны именные часы. Хотел бы напомнить, что твой отец – герой Украины. А ты в составе сборной Украины стал героем спорта. Кирилл Дрышлюк говорит, в трудные минуты и минуты славы помнит и гордится своим отцом. Я каждый день молюсь и прошу отца, чтобы он как-то помогал мне. И, конечно, эту победу всю я посвящаю своим родителям и всей стране Украины. Наставник сборной Александр Петраков отмечает, достичь победы удалось благодаря титанической работе тренерского штаба, таланту его подопечных и поддержке украинских болельщиков. Титул чемпионов мира украинские футболисты получили впервые. Олег Шумейко, Сергей Линский, UA-TV. Вторую подряд победу на бриллиантовой лиге одержал украинский прыгун в высоту Богдан Бондаренко. Он взял высоту 2 метра 28 сантиметров. Это был шестой этап легкоатлетической серии. Он прошел в Марокко. 6 июня на соревнованиях в Риме Харьковский высотник повторил лучший результат сезона в мире 2 метра 33 сантиметра. Сейчас бронзовый призер Олимпиады в Рио-2016 готовится к европейским играм. Они пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Найти котов в Одессе создали необычный туристический маршрут, по которому можно разыскивать скульптуры животных. Их разные авторы начали создавать год назад, разместили по всему городу. Счет скульптур пошел на десятки. Искали и находили их корреспонденты UA-TV. В Одессе про котов говорят «Гроза двора, хозяин в доме». Здесь любят котиков настолько, что установили скульптуры по всему городу и создали мобильное приложение, которое помогает их найти. Вот, кстати, один из них – котик-геймер Пушинка, который ловит рыбок на планшете. Разработчики создали две версии кота-квеста разной сложности. Есть мобильное приложение, которое было сделано волонтером Натальей. Там есть квест по котам. Он довольно-таки простой. Человек читает о коте, где он находится, и по карте может прийти на это место. Есть ребята, которые разработали именно такой настоящий квест-головоломку. Но, честно вам скажу, он тяжеловат будет для туристов, он именно для одесситов. Ищет необычные скульптуры и любительница котов Наталья из Николаева. «Вот мы синенькие, вот красная точка, вон там котик, и это достаточно удобно». Узнав о котомаршруте, Наталья решила пройти его время отпуска. У самых интересных фигур – традиционное туристическое фото. «Проект очень классный, вот скульптуры, потому что я была там в Виннице, в других городах. Там больше информации о том, где какие-то маленькие мини-скульптуры находятся. Я считаю, это даже для горожан удобно. Всегда хочется погулять или кого-то поводить. Не искать это сотню раз, а просто скачать приложение, найти и поводить гостей города». Это Базарина. Одесситы утверждают – персонаж невымышленный. Пышная кошка – реальная любимица одесского нового рынка. Когда-то она прогуливалась между рядами и стала настоящей городской легендой. Базарину увековечила культор Татьяна Штыкало. «Я когда стала искать информацию, нашла несколько вариантов, что она весила и 15, и 18, и ближе к 20. Ну, как-то очень много. Я видела ее фотографии, нашла в сети, и эта кошка была… Мне живьем, наверное, никогда не доводилось видеть вот такой огромный пуф. Она, когда сидела на табуретке, у нее бочки с табуретки со всех четырех сторон спускались подушечкой». Татьяна создала 8 скульптур для пушистого проекта. С грустью делятся. Не все остались в первозданном виде. Котов воровали и ломали вандалы. Унесли и вязаные шапки, которыми Татьяна украсила скульптуры зимой. Но одесситы заставили вернуть украденное. «Тетенька с собакой просто под камерой прошла, сняла эту шапку. Общественность была возмущена, все требовали шапку вернуть. Написали объявление, что-то «тетка с собакой тебя видел весь город, верни шапку». Она, видимо, прочитала, и днем она вернула эту шапку». Скульптуры специально делают из дешевых материалов, чтобы не привлекали внимание воров. Сколько таких фигур в городе, сбили со счета даже авторы проекта. Но уверяют, скоро «Котомаршрут» пополнится новыми экспонатами. Анна Граденцева, Наталья Добыш, Одесса, ЮЭТВ. Десятки новейших авиаразработок презентуют на парижском авиашоу в городе Лебурже, недалеко от французской столицы. Среди них и украинская государственная компания «Антонов». Она продемонстрирует современные программы военно-транспортных разработок, среди которых Ан-188. Прямую трансляцию открытия авиашоу вы видите на экране. Приехал президент Франции Эммануэль Макрон. Свои инновации представит и французский концерн «Эйбас», в частности, крупнейший в мире пассажирский самолет А-380. Корпорация «Боинг» продемонстрирует новые дальнемагистральные аппараты. Авиашоу в городе Лебурже проводят уже 53-й раз. Новости об Украине на пяти языках мира на сайте телеканала uetv.ua. Заходите. Спасибо, что вам интересна Украина. Следующий выпуск новостей на русском. Менее чем через два часа. Оставайтесь вместе с UETV и с Украиной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова